мы находимся в полевой лаборатории посреди пасеки просто в палатке где происходит собственно говоря чудо из вот этих вот конструкций получается вкуснейший мед который мы с чайком пьем николай рассказывай как вообще добывается мед вытряхиваем эти рамочки с ульев это вот такие уже с медом достали из улья достали с улья вытряхнули пчел так смели лишних приносим сюда в палатку оборудованную инвентарем нашим берем ее обрезаем мы в основном рамки на станке некоторые обрезаем вручную чтобы выкачать отсюда вот эти 100 они все запечатаны воском так пчелы это консервирует мед на зиму для себя то есть надо вот эти срезы да вот так аккуратненько часть срезает машина да а часть вручную нет большую часть срезает машина где машина чуть не достала ли еще что-то мы вы срезаем вручную как-то делается можете попробую так это вот так 9 делается ставится и пошел вот так как бы туда-сюда движениями его штука очень нежная да она очень нежная то есть давить сильно не надо ну-ка ну-ка давай ух какой все теплое мягкое вот так вытираем и пошли так нужно сноровка определенная здесь да потому что затягивает да медок туда мед он липкий и как бы притягивать а вот это вот это же это вот свежайший жмец это чистый мед можно попробовать конечно как вкусно но это все уходит получается что ли куда это отжимается здесь она потихоньку стекает да и мед спускаем его флягу класс слушайте ну вот после такого меда магазинный уже не как-то не захочется да ну это самый свежий мед можно просто вот так брать и вытирать да вот это это вот получается у нас это вот перга вот этим челы кормят своих детей свое потомство вот это вот перга да как ты определяешь но она вот видите а более светлая нет она вот она даже можете да попробовать ее она вкус такой специфический это не меня такой немножко как кекс какой-то да 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 но он очень богат витаминами здесь много очень микроэлементов не даром кормит свои потом своими на губань дуры у потомство дорезаем и вот это все до конца подправляем все берем эту рамочку и ставим медогонку и медогонку ну-ка дарим вот так берем ее и ставим это ножи нагреваются они там там вода расположена нагревается за счет нагревателей чтобы легче было обрезать просто хочется так руки подставить и срезки очень вкусные они полезные я вот не очень люблю мед как вот не фанат но когда видишь такой мед уже хочется очень хочется вот эти срезки прям как жувачку жуешь воск остается его выплевывать фантастика просто а вот эти вот обрезки они куда-то тоже идут и что-то они идут мы их осенью скармливаем пчелам промываем их кипятком и скармливаем пчелам а воск перетапливаем то есть получается что вообще безотходная производства поздно и да вот нельзя мне работать на пассиве я съем весь мед так ну что можно доставать можно уже доставать и заряжать медогонку так стою этом очищены хорошо да 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 это прям как будто прозрачно немного так из как так вот вот так вот и плавника опускаем не было ли когда-нибудь мыслей принять ванну медовую такой мысли не было наверно ванну невозможно принять медовый просто плотность меда очень высокая и прилипнешь на это скорее всего не погрузишься да а обязательно мед каким-то образом вот обрабатывать или можно на самом деле вот прям так вот баночку себе клади и ешь или как можно да прям бы рамочку так берешь режь на кусочки как тортик жуешь и кушаешь а воск выплевываешь остается чистый воск можно какие-нибудь свечки сделать или еще что-то придумать теперь мы включаем она все настроена здесь нажимаем пуск все он запустился что происходит происходит час соты прижимаются к ободу и мед начинает вылетать вот смотри вишна стеночки вылетает на частички прям тяжелые нком да и мед начинает вылетать на стенке и потихоньку будет скатываться вниз он сейчас крутит одну сторону где-то минуту-полторы потом останавливается и она в другую реверс включается в другую сторону крутится и получается другую сторону рамок откачивает то есть как бы силы гравитации у нас да да и силы инерции мы откачали и начинаем вытаскивать рамки вытаскиваем и потом относим непосредственно гули соты вон все пустые получились а то есть дальше пчелы сюда же приносит опять мед и теперь мы открываем и пошел ценный мед так а бидон зарыть землю да да холодильник нет он просто стоит что как ямка чтобы туда она полностью влазила можно и ведро поставить мы во фляжки сливаем сразу процеживается да через сито процеживаем чистим его регулируем краником чтоб через верх не пошло какие-то мысли меня не знаю умыться мягко столько мягко чтобы еще с ним сделать сейчас очень жарко и мед прям такой теплый идет на улице 36 градусов прям все разогревает ой красота какая заполняем когда флягу закрываем и вытаскиваем а дальше куда отправляется отправляется домой в цех там мы сливаем этот весь мед еще раз в отстойник большой он отстаивается сутки и потом раз фасом и и баночки весь этот мед как правильно хранить мед лучше хранить прохладном месте на жаре на солнце нежелательно то есть когда прямые попадания солнечных лучей это не очень хорошо сказывается на меде лучше его хранить в темном помещении более прохладно советую на каждому побывать на таком производстве и съесть самого свежего меда в их жизни это ни с чем не сравнится невероятно вкусно всем хорошего настроения